Друзья, всем привет! Сегодня разберем прям топ-3 самых бредовых идей, которые предлагают в комментариях под видео. Да и не только в комментариях под видео, в магазин к продавцам приходят, которые занимаются оборудованием для бани и спрашивают, а можно ли так сделать, либо я хочу так сделать, как мне это сделать. Вот сегодня будет прям топ-3 вот этих вот бредовых идей и потом еще 4 дополнительных, которые, ну, можно еще пообсуждать. Погнали! Первая бредовая идея, которая очень часто возникает в комментариях под видео, очень много раз ее уже писали, это жидкие теплые полы от теплообменника печи. Ну, представляй, ну, что человек хочет сделать? Он хочет сделать жидкостные теплые полы в бетонной стяжке, чтобы сам теплоноситель нагревался от самой печи. Соответственно, что происходит? Мы приходим в баню, когда в бане, допустим, минус 15 зимой, растапливаем печку. У нас эта печка начинает нагревать через теплообменник теплоноситель в этом жидкостном теплом полу. Он начинает прогоняться, а тут, значит, нужно будет самотоком это не сделать. Нужно будет устанавливать водяной насос, который будет стоить там 1015-20. Нужно будет сделать расширительный бачок. И нужно будет, самое главное, дождаться, пока вся эта масса бетона на полу прогреется. Она прогреется только тогда, когда вы уже из бани домой пойдете. Либо вам нужно будет баню начинать топить за 3-4 часа перед использованием этой бани. Ну, тогда вы само парное помещение просто перегреете. Если уж делать отопление от печи, ну, делайте тогда радиаторы отопления. Не пол греть, а радиаторы отопления от радиаторов гораздо быстрее тепло пойдет. Поставили теплообменник, поставили насос, расширительный бак. И теплоноситель пошел по радиаторам от радиаторов. Тепло гораздо быстрее придет к вам в помещение. Но пол она не прогреет. Бетонная стяжка там 5-7 сантиметровая будет нагреваться очень долго. Вторая бредовая идея, от которой я прям вообще, я все думал, а как это реально люди хотят сделать. Это вместо потолочно-проходного узла сделать водяной бак. Уже несколько раз это предлагали в комментариях. Представляете, вместо ППУ, который стоит, я вот сейчас специально в магазин забежал, посмотрел, 4956 рублей, поставить водяной бак. Допустим, водяной бак на 70 литров стоит 11546 рублей. Ну, понятно, как бы человеку водяной бак все равно нужен, он его все равно купит. А потолочно-проходный узел неохота покупать. И вместо этого поставить водяной бак. Куда будет уходить пар? Как вы будете набирать воду в этот бак? А самое главное, ну вот представляете, вот она высота водяного бака. Вот где-то вот в этом вот месте у вас проходит через перекрытие потолка. А когда вода ушла ниже, стенки водяного бака также прогреются и передадут температуру на конструкцию. Ну, нельзя так делать. Заколхозьте тогда уж сами какой-нибудь потолочно-проходной узел, который будет эффективный. Ну, купите материалы отдельно, не покупайте готовый потолочно-проходной узел. Ну, водяной бак это действительно какая-то бредовая идея. Следующий момент. Я сейчас даже специально позвонил Толе Жарпаркому и спросил его, Толе, какие еще бредовые идеи тебе предлагали? Он говорит, слушай, раз в месяц стабильно в магазин приходит человек, который хочет провести трубы дымохода от печи горизонтально по смежным помещениям. Ну, говорит, они, говорит, у меня сначала, говорит, 3-4-5 метров пройдут по соседнему помещению, а потом только уйдут наверх. Представляете, 3-4 метра горизонтальной трубы дымовой от печи, чтобы нагреть соседние помещения, только потом заколебаться, чистить этот дымоход. Вот, нельзя так делать. Вот 100%, ну, это бред какой-то. Это было топ-3. А теперь дополнительные. Очень часто встречаюсь с тем, что люди строят огромную баню, ну, допустим, там баня 6х6, и у этой бани выделяют, строят причем баню. Изначально у них запрос идет на баню, но парное помещение у них 1,5х2. В огромной бане маленькое парное помещение. Вы для чего баню-то строите? Вы баню строите ради бани или дома? Ну, постройте тогда отдельно дом, а отдельно поставьте какую-нибудь маленькую баньку. Смысл тогда в этот дом впихивать парное помещение 1,5х2. Так, дальше. Опять же, относительно огромных бань. Строят огромную, классную, дорогую баню. Я видел баню, которая стоит примерно около 10 миллионов рублей. Ну, прям дорогущая баня. И печка в этой бане стоит за 20-30 тысяч рублей. Ну, смысл строить баню и экономить на печи? Если уж построили такую фундаментальную баню, чтобы все соседи завидовали, ну, поставьте вы туда нормальную печку. Или кирпичную печку. Но не вот эти вот суховоздушки за 20-30 тысяч рублей. Ну, это не баня получается. Еще, ну, это уже идет к заблуждению, заблуждению людей и обману производителей. Часто захожу в магазин и вижу, продаются солевые брикеты. И написано, что они предназначены для закладки в каменку. Нельзя в каменку ложить солевые брикеты. Ни в коем случае нельзя в каменку ложить солевые брикеты. Соль разъедает металл. Он начинает коррозировать. Он разрушится. У вас печка вообще моментально умрет. Ни в коем случае не ложите никакие солевые брикеты на печку. В печку. И тем более не поливайте их водой. Соленая вода очень быстро разъест вашу печку. И печка придет в негодность. Если уж нравится вам соль в бане, ну, сделайте соляное панно на стене. Солевые светильники. Этого будет достаточно. В сторонке от печи где-то соль. Но ни в коем случае не в саму печку. Производители соли, которые вот делают эти солевые брикеты. И на них написано, что для применения в печи. Они обманывают. Это прям огромный бич производителей печей. Когда к ним приходит рекламация. Печь разъела солью. А потребитель говорит, так вот, здесь для печки это соль. Нельзя так делать. И еще просто о наболевшем. Я показывал одно из предыдущих видео. И топил печку гром 30. И она у меня растопилась с трех охапок дров. Ну, вот примерно вот таких вот трех охапок дров. И заряд в каменке у меня был 550, по-моему, градусов. Я уже заглянул, вижу внутри красное свечение, чугун. Вот эти вот 35 миллиметров чугуна и чугунные скалы, которые выходят вверх. Они уже стали красными. Светиться начали. Когда они стали красные, какая-то температура. Сейчас максимальную точку найдем. 557 градусов. 557. И люди говорили, о, нифига себе, какая она прожорливая. Ребят, эта печка стоит 200 тысяч рублей. А охапка дров стоит 30-40 рублей всего лишь. И представляете, вот этот вот массив чугуна, который вместе с камнем весит более тонны. Его нужно прогреть. Зачем вы сравниваете печку, какую-то суховоздушку, который закинул несколько полешек. И воздух начинает греться. Не печка, не сам заряд начинает греть. Не вот этот вот теплоаккумулятор начинает греться. А просто прогревается воздух. Конечно, здесь уйдет дров больше. Это естественно, что уйдет дров больше. Но и печка стоит 200 тысяч рублей. Я думаю, что для человека, который покупает и строит баню, в которой будет стоять печка за 200 тысяч рублей, вот эта вот маленькая охапочка дров стоимостью 30 рублей вообще не имеет никакого значения. Так что, ребят, вот такой вот видосик у нас сегодня получился. О, видосик о интересных комментариях под видео. Читайте комментарии, там пишут столько всего интересного. Так что палец вверх и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok